добрый вечер всем сегодня у нас 18 сентября 2022 года это будет такой небольшой короткий эфир чисто для того чтобы вкратце рассказать о том что происходило сегодня сегодня у нас было воскресенье воскресенье в принципе это выходной венгрии соответственно делать особо нечего поэтому команды готовились к соревнованиям перепроверяли все свое оборудование вымачивали грузила для того чтобы они не пахли на свинцом и краской готовили оснастки рассматривали карты сегодня день начался стандартно в пол шестого утра подъем все сборники за исключением меня снова поехали на водоем они там пока они там мотались я занимался своими делами вот потом команды приехали они поехали в хозяйственный магазин для тех кто не знает проблема этого водоема в том что у него в некоторых местах некоторых зонах берег очень крутой и фактически ринге команд они стоят под уклоном к воде иногда у под очень большим градусом соответственно забрасывать из таких секторов очень сложно то есть забрасывать конечно можно вот так вот из этих проблем с берегом канты забросить можно но далеко забросить практически нереально и поэтому многие команды это на практически все они приводят собой специальные помосты которые разрешены правилами федерации эти помосты они ставят их когда на срез воды практически создавая себе такую площадку на которой они могут сделать хотя бы шаг на горизонтальном положении и соответственно я очень важно там водоеме есть места и нужен реально дальний запрос вот так как мы привезти с собой такую помост не можем вы сами понимаете в самолет нас не никто не пустит поэтому типа мосты ребята строят сами вот они сегодня ездили в хостовары ребята закупили пиломатериалы закупили шурупы дрели у нас собой были пилы мы нашли в этом домике у нас там есть гараж где мы храним свои вещи там много было инструментов короче топоры и все тут есть вот и ребята фактически целый день сколачивали эти помосты причем вариантов как бы дизайна проекта помостов у каждой команды был свой поэтому получилось три совершенно разных помоста за разных по конструкции по принципу крепления ну короче это будет очень интересно я даже сказал что мы на разделаем конкурс на лучший помост который в итоге окажется идеальным с точки зрения именно работы чтобы выдерживали вес спортсмена чтобы позволяли ему делать нормальный заброс при этом не качаясь из стороны в сторону не ухи не уезжая в водоем главное чтобы никто с него не нырнул потому что плавать запрещено вот поэтому целый день там работали с этими помостами остальные в это время опять же занимались подготовкой оснасток фото помостов естественно будут когда кстати опять же они уже есть на том же фейсбуке моих отчетах там где я выставлял фотографии сегодняшнего дня там есть можно даже увидеть помост и как их разрабатывать но естественно как как они будут выглядеть в реальных полевых условиях в это все увидите когда уже пойдут фотографии и стримы из зоны секторов вот остальные соответственно занимались прикормкой там где-то что-то варили где-то смешивали короче алхимия стандартно карпов я естественно не буду рассказывать что варили и что смешивали вот а ладно я потом попрошу чтобы ребята сделали чертежи а может быть даже в сулево сулитворде сделали двухмерные модели и мы их выставим выставим по поводу если помост рухнет да это вопрос хороший и я про такие случаи пока еще не слышал вот когда были сейчас тренировки в августе очень многие команды уже приехали с помостами но не как бы заранее готовы их только собирают на месте самая большая проблема это естественно а часть которая выступает над водой потому что нужны упоры которые будут уходить в грунт под водой и они должны достаточно хорошо держать помостка бы по вертикали чтобы не не утонули чтобы помост не ушел под воду плюс надо закреплять заднюю часть помоста для того чтобы при движении спортсмена вперед чтобы помост не поехал вперед вот ну ребята у нас все инженеры все строители и столеры так что плотники я в них верю нас мигает цвет вот поэтому здесь их проверяли на прочность на них прыгали на них топтались на них дергались но как бы опять же здесь это не реальная ситуация естественно это чисто так испытания пред боевые но посмотрим как это будет бою и я посмотрел как рабовну те же помосты как они были у других команд на тренировке но они не сильно отличаются единственно что многие помост они делают но не из дерева естественно достаточно тяжелые как бы помост этих вести с собой они делают из дюраля по поводу дождь пойдет носить по прогнозам не будет как раз дождей сильных и вообще дожди как таковых начиная со среды то есть возможно там мелкие какие-то дожди моросящие это не такие дожди как в израиле было два дня дождей и там принципе насколько я понял грунт достаточно прочный и я думаю что все будет нормально короче мы все это увидим чем мы будем рассуждать раньше времени вот у нас сегодня случилась одна проблема дело в том что один из членов сборной вадим златкин он должен был лететь отдельно у него по работе не получалось эти с нами поэтому он как бы вылетал сегодня и он должен был взять машину в на прокат в аэропорту то есть как бы мы предполагали что нас будет три машины андрей привет что будет как бы два минивэна и будет один station потому что развозить команды по зонам двумя машинами это уже проверено опытом это очень тяжело потому что надо выгрузить полностью одну команду потом перевести короче это геморрой и лучшими три машины поэтому хотим предполагаю что будет три машины в итоге получилась небольшая авария как оказалось вадим взял с собой просто дебетовую карту и он забыл что фирмы по прокату автомобилей не принимают к оплате дебетовой карты то есть оплатить машину можно даже через телефон то есть мог как бы я позвонить даже не позвонить у меня просто бы вадим дал телефон работнику компании я бы ему продиктовал данные кредитки и сняли бы деньги с меня не без проблем но есть один нюанс все компании по прокату берут депозит то есть гарантию того что у них будут деньги в случае если мы машину разобьем гарантированно содрать штраф вот и вот именно вот эта дебетовая сумма которая депозит точнее который блокируется на кредитной карте на время ну как бы обычно на месяц они его блокируют потом его как бы просто разблокируют деньги в них никто не снимает они на счету остаются но для этого должна быть реальная кредитная карта типа visa mastercard а дебетовые даже при наличии на них достаточных сумм не работают в итоге машину вадиму не дали и пришлось прямо на ходу переигрывать все смотреть по google maps какие варианты ехать сюда потому что вы понимаете да буду пешт отсюда ехать больше двух часов это весь и без пробок все нормально то это где-то 2 где-то 2 с половиной 2 10 при этом и ну и обратно 4 с половиной 5 часов дороги это очень тяжело поэтому мы нашли вариант с поездом должна была быть одна пересадка и вадим должен был уже вот сейчас буквально сейчас приехать капошвар но с нашим еврейским счастьем поезд на котором ехал вадим опоздал и приехал на пункт пересадки позже на 10 минут и поезд на капошвар оттуда уже ушел короче вадим сейчас застрял получится в получасе езды от нас и для того чтобы из а следующий поезд будет только в 10 вечера понимаете ждать два часа поезда потом еще получится два с половиной часа ну блин в итоге миша гладский наш улицкий сел машину с ним напросились и хайкин и костик герсонский и они поехали за вадимом туда они заберут через час они будут здесь но все-таки сэкономит два с половиной часа для человека который так вымотан да нельзя и полетом и всеми этими перипетиями с машины вот завтра с десяти часов утра начинается точнее как очень внимательно читали правила и как бы почему-то оба проглядели о том что регистрация началась еще вчера точнее сегодня восемнадцатого числа она найдет два дня то есть с 18 по 19 число регистрация прибывающих команд и мы могли бы сегодня уже спокойно зарегистрироваться да как бы я еще скажу построились потому что сегодня прилетели южноафриканцы и так как у вова файнермана был для них какой-то там что-то он должен был передать мы решили к ним смотаться до них было ехать семь минут по моему от нашего дома вот и мы к ним съездили дом южноафриканцев он находится в 50 метрах от того места где проходит регистрация команд именно мы этого места проезжали сегодня как бы два раза получается туда и обратно ну вылетела из головы ничего страшного завтра с десяти часов утра можем опять подъехать регистрируется это в общем-то формальная операция подтвердить что сборная прибыла насколько человек чтобы проверить что у них есть списках все члены сборной вот если у них есть кейтеринг заказать кейтеринг для команд питания на время соревнований если есть дополнительные люди которые хотят пойти с нами на прощальный ужин то нужно за них отдельно заплатить вот и в общем то нам все как бы себе регистрация заканчивается дают еще обычно пакет с документами с теми же правилами с картами города объяснениями всяких мест куда можно сходить что можно посетить и так далее ну такая вот и после этого в общем то все на сегодня на завтра но мы хотим еще зайти в соседний рыболовный магазин я не помню писала не ну и как бы я писал своих отчетах что у нас была проблема с кемпингом то есть с палатками и всеми делами мы же не могли это собой вести поэтому в прошлый раз на тренировке мы снимали это оборудование в будапеште оказалось полный дрэк далее разбитые поломанные палатки короче в ужасном состоянии все было и люди были очень недовольны палатки крохотные были совсем в общем нам пообещала местная федерация помощь но случилось как всегда небольшая авария потому что для венгров русские имена это русские имена и поэтому когда к ним обратился еще один товарищ с русским именем они решили что это мы и они с ним с этим товарищем продолжили переписку и они ему оформили это снаряжение которое назначалось нам а в итоге в итоге оказалось что это казахская то есть короче они то что обещали нам записали пообещали казахской сборной когда разобрались с этой ошибкой когда я наконец смогу объяснить женщин с которой общался которую зовут ливия что мы это не казахи хотя имена у нас русские там и тут попадаются но это не значит что мы все с одной стороны она очень сильно расстроилась я так понимаю там был небольшой переполох у них магазине что как так получилось а у них не было второго комплекта у него только один комплект про них пообещали изначально нам и в итоге дали казах вот так как это была их ошибка они решили пойти на стандартный шаг они решили нам дать совершенно новое оборудование обычно не то которое назначено для аренды а просто новое оборудование из магазина то есть фактически то что у них лежит на складе на продаж с одной стороны мы где-то выиграли потому что команды получат все новое кровати и палатки стулья все а с другой стороны это конечно немножко дороже будет стоить потому что новое делать вот но с другой стороны это женщина с которой общался она оказалась очень приятным человеком она нам очень много помогла советами у нас одна из проблем про которые писал это было как будет передвигаться тренером между секторами расстояние большие пешком ходить это один раз пройдешься и все ляжешь там где-нибудь по дороге а машина это тоже очень тяжело это нужно постоянно возвращаться к стоянке выезжать там нет прямого проезда между секторами запрещен 8 надо выезжать на трассу по трассе объезжать большой кусок опять заезжать внутрь на стоянку очередную очередную зону и так три зоны но тоже вообще ужас но там где велосипедная дорожка вот и тренер там не заморочил голову он хотел электросамокат но как оказалось электросамокаты здесь в аренду не дает но ливия нашла нам электро велосипед чему тренер тоже искренне рад потому что хоть электро велосипед где не надо крутить педали тяжелее конечно сидеть задница болит но все-таки это лучше чем ходить пешком и там велосипед на 100 километров батарея плюс нам пообещали еще одну запасную батарею еще на 100 километров так что тренеру катайся не хочу вот и поэтому завтра мы хотим пойти в этот магазин мы хотим поблагодарить женщину мы приготовили небольшой подарок из израиля вот потому что реально она очень хорошая тетка вот и там заодно может быть что-то народ и опять прикупит попадание в рыболовный магазин как вы понимаете это катастрофа как мы ездили вот к этому андрешу думали на 15 минут до через полтора часа с трудом оттуда всех вытащить вот ну ладно это нормальное явление пока у людей еще деньги вот они могут себе тем более что здесь получается реально намного дешевле плюс потому что вот уже у андреша магазине нам делали 20 процентную скидку на все товары ну то есть как бы они и так недорогие от еще 20 процентов скидка ну короче народ отрывался вот после этого в общем то все как бы на завтрашний день особо планов нет но поездки по магазинам надо докупить газовую плитку для одной из команд у нас получилось что 2 есть одно не хватает соответственно народе будет покупать суши надо в сектора там кому-то ведра кому-то лопаты кому-то не знаю что веревку народ захочет покупать продукты потому что как бы мы каждый день фактически ездим сегодня мы не ездили магазин за продуктами каждый день по низке этим магазин за продуктами и благополучно их съедаем так что народ пойдет себя покупать мы тоже надо будет себя покупать еду и не знаю как у нас будет возможность вообще питаться во время соревнований ну команд скорее всего будет какой-то кейтеринг а вот нам надо будет думать мы будем возвращаться обратно убитые мертвые не знаю будут ли силы что-то вообще готовить поэтому скорее всего это будет стандартный сухпай даже колбаса ветчина там хамон вот ну и у нас сухой закон да вот я сегодня очень сильно расстроил некоторых товарищей когда им южноафриканцы предложили пиво а я сказал и в этот уже алкоголь вот ну ладно как бы 24 числа после соревнований можно будет уже вечером расслабиться все в порядке ну в общем то как бы да это на текущий момент это вся информация ничего больше интересного нет фотографии я загружаю на facebook я стараюсь частично и грузить их и на форум а свой отчет я просто как бы дублирую делаю копипест между форумом и фейсбуком так что и там и там одинаковая информация кто следит на фейсбуке сможет видеть там и да погода была сегодня замечательная даже вот в районе где-то 4 5 вечера было плюс 21 ночью вот наши ребята сегодня в 5 30 когда они вышли и 5 30 когда они поехали посмотреть снова на озеро было в районе 4 градусов тепла насколько я понял по прогнозу какая температура будет практически до конца турнира то есть днем может быть все таки будет тепло там плюс 15 20 но ночью реально будет холодно так что командам я желаю удачи и утепления там вот все на этом заканчиваем спасибо всем кто был с нами следите за новостями следите за эфирами всех вас обнимаю люблю спасибо за поддержку тоже очень приятно читать какие-то для ребят приятные вещи поэтому пишите побольше хорошего ребятам мотивация и хорошее настроение на на половина успеха очень как бы плохо когда команда подходит соревнованию в грустном состоянии поэтому мы стараемся шутить как вы тех кто знает олега драмова знает что его шутки на бывают достаточно сложными для понимания и не всегда вообще-то понимает что это шутка но глеб уж спасибо большое передам обязательно привет всем всем кто нас моет привет от наших ребят коллектив замечательный я говорю что вот я смотрю атмосфера сборной как бы прекрасная все как бы совместно работают мне нравится эти вечерние сейчас эти обсуждения на карте как они там все рассуждают где там фарватер водоемы но в общем то на на этом все спасибо большое еще раз всем